всем привет продолжаем рассматривать мы события арены нашего тренировочного турнира тренировочные он прежде всего по именно количеству сыгранных поединков то есть вот сейчас у нас 21 участник грубо нужно с каждым отыграть то есть ну 20 человек 40 поединков только по идее в первом этапе 40 во втором то есть это такие турниры они еще существовали естественно до вахи проводились они в исторической серии вахи это но по крайней мере у нас на кланкоме это второй подобный турнир 1 проходил еще в месяц выхода по моему или на следующий же месяц после выхода вархаммера total war и вот сейчас решили запустить то есть те кому интересно еще поиграть у кого не пропал интерес к мультиплееру и кто просто хочет потренироваться по относительно таким жестким турнирным правилам тем пожалуйста вот такие турниры как раз для этих участников и существует ну а мы видим двух русскоязычных игроков сошедшиеся на поле боя это хаус против хаев вообще сейчас за хаев существует ну уже кто играет знает то есть берут дракона звездного берут аллари эльку значит со все возможными этими хилами вот конечно надо было наверное звезду авилорна нам запрещать но поскольку еще раз говорю турне тренировочный и людям приходится играть многие вернее участники нашего турнира играют зарубежных флэш этих турнирах то соответственно проявил я такую слабину наверно дал и эту звезду оставил потому что ну вся тактика понятно по ним во многом рассчитана в том числе под звезду то есть берутся такие униты как вот огнерожденные против хаоса там этот звездный дракон аллари эль пара там еще аристократов на колеснице и все и вот это вот там квартет этот квинтет они носятся не эффекты чё с ними сделаешь по большому счету никакие шаготы там ничего толком сделать к сожалению не могут то есть нужно ждать ошибок хаев так ну а здесь мы видим совершенно другой состав молодец конечно же его здесь он берет два орлиных когтя огнерожденных берет он тиреона вот так же обращает на себя внимание состав хаоса то есть это не пехотный хаос так что накидывают да неплохо кстати накидывают вот эти вот орлиные когти очень даже здорово скорее всего наверное единичный какой-то стоит выстрел да то есть вот они по одному что ничего себе 15 моделей 15 моделей ничего себе посмотрите у них броня сотка серебряный щит блин два залпа 15 моделей минус я не ожидал что уж прям настолько на левом фланге между тем латернской стражей вова пытается да и не пытается отгоняет грабителей всадников здесь же на левом фланге идет кавалерия рыцари хаоса с пиками со своим сокрушающим натиском 80 120 доспех то есть это такая лавина закованная в железо в броню которая сносит на своем пути практически любую пехоту нет ни такого пехотного отряда который бы не почувствовал удар этой кавалерии также мы видим что по принципу компании тиреон ломится вперед пытаясь намотать на себе на все что только можно а потом потому что выживет разберемся но он даже без винтов и атак поэтому чё тут плюс у нас маг еще нестандартный обратите внимание то есть вот это вот вторая вот обилочка давайте-ка нажмем чуть подробнее остановимся на нем то есть вот это вот редко берут посох звездного леса и шипастый щит это все монеты потраченные на комплектацию лордов героев они конечно же приводят к тому что ослабевает у вас ростер ну нету большой необходимости в том же самом шипастом щите все-таки здесь основная сила это возрождение это кровь земли ну и книга хо это конечно тоже та еще вещь но ведется это дело в бою хаоса орион со своим убийцей королей и с каскадным огненным плащом с огненным шаром ну посмотрим насколько все это будет но а между тем тиреон все-таки попадает финтов и атак нету а держать позицию это тебе не финты атаки то есть просадить тебе быстро не удастся и то что здесь накидывают сейчас стрелки и накидывают когти да посмотрите то есть отвлекается у нас вова на тиреонского своего который попал пытается он сейчас конечно же подтащить пехоту ну а то что вот он отвлекся в тылах проспал он конечно же атаку на орлиный коготь плюс у нас зашли вот эти вот всадники то есть посмотрите сейчас скоростью всех повышенная это сказывается на натиски ну-ка будет натиск нет рыцарями хаоса ну то есть понятно здесь мы видим вот эта куча мало которая не на пользу очень здорово карштайн посмотрите останавливает продвижение трех отрядов двумя своими отрядами следует великолепный натиск с вершины по одному отряду по второму слегка и так понимаю протаскивает здесь или он наверно просто кликнул чтобы они бежали рыцари хаоса здесь горочки вот в эту кучу малу но получилось так что они зацепились да то есть они не атакуют а зря наверно стоило перемиграть но с другой стороны более лакомая цель здесь это тиреон конечно же и пытается с огнерожденным и сирином разобраться карштайн своими хаоситскими войсками ну а тиреон уже просел сердце ави лорна уже сработало и больше ждать переросты хп ему по факту ниоткуда до было на него откинуто возрождение пока здесь вся эта куча мало длилась здесь же что мы видим какое-то заклинание тогда это заклинание цепная это молния дали цепь молнии которая вот этих заклинатель и гнева рорных дракаограф ну то есть мы видим что хаос берет в такой жесткий оборот вообще хаев прогоняет тиреона нет еще не прогоняет молния очень долгое заклинание но толку от этого мало так вот так у чаржи через своих тоже конечно не очень но тем не менее дачу тем не менее так себе ну все равно заходят и наносят урон посмотрите да на этих хасидских дьяволов где что тут устоишь хотя если бы не через пеху свою чаржил я думаю сейчас бы от этого отряда уже тут мало что осталось драка игры героически сражаются с мастерами меча но между тем да надо перемикривать понимаешь нужно заткнуть стрелков и пошел тыловой натиск очень здоровский этот момент механики то есть тоже не следует бояться что там вот копья кавалерии их чаржить нет посмотрите собаки с фронта вяжут латернскую стражу то есть посмотрите как расположены юниты они смотрят вот сюда на нас и стыла спокойно можно чаржить рыцарями хаоса их то есть посмотрите они просто их затаптывают вот вот этот момент это все все это наносит определенный урон посмотрите вот они топчут кавалерия вот они отлетают эти товарищи то есть это все урон это все натиск и так далее все элемент механики но белые львы между тем героически пытаются догнать конечно же рыцарей хаоса но как-то у них все это дело не думаю что получится здесь же драка игры то есть постоянно мы видим циклические натиски эти не из разряда когда единичными там обузят а именно такие скиловые циклические натиски кавалерии данной ситуации мы видим не только кавалерию но и заклинатель и гнева дракограф который тоже остается плюс за попадает маг и конечно же ладно бы еще с потерей тиреона что-то можно было бы придумать наверное но без мага ну с другой стороны блин ночью тут остаются белые львы мастера меча на мастера меча практически фуловый отряд пошел пошел да еще один огненный шар но неплохо так цепляет белых львов плюс и убийца королей здесь нет здесь уже просто не остается отрядов которые могли бы разобраться и с рыцарями хаоса и с заклинателями гнева и с рорными рыцарями хаоса то есть вот они три отряда которые потому что мы видим что огнерожденные уже сдулись их всего лишь восемь осталось плюс вот мы видим погибает тиреон и конечно же без мага здесь шансы хаев на победу тает плюс у нас мы видели что еще два отряда здесь пробегали за грабителями всадниками только сейчас открывает огонь латернская морская стража и неплохо кстати стреляет но до убить этих товарищей уже по факту нечем плюс еще и эти боевые псы хаоса с ядом которые могут дебафать ядом да все таки вот такая вот куча но это вообще это куча мало вот такая вот таких фракций как хаоса ухты ну-ка неплохо не хп снимает и количество моделек убивает еще один огненный шар но огнерожденные они будут тупо возвращаться до конца то есть мы видели они в схватке было восемь они побежали то есть по сути это как вытаскивание да из замеса и и все равно их возвращается 7 блин ну чтож кавалерия стоит это своих денег то есть вот такие кучки они не на пользу такой фракции там как хаос но в данной ситуации мы видим она на пользу было понятно что замесили генерала вот хотя будь пожестче какие-нибудь стрелки там но их нет смысла брать говорить о том что было бы конечно бессмысленно неплохо настреляли я думаю они бы больше набили бы но мы видели с вами что вот эта атака тыловая собаками великолепно был съеден этот орлины коготь и дальше кавалерия спустилась у нас горочки и начала чаржить все подряд и 1 и 2 и драка игры целые остались ну и понятно архаон да конечно основной это потеря вот всего командного состава соответственно нет хила и выстоять против той же самой кавалерии и самое главное прожить как можно дольше огнерожденным 84 при таком составе хаоса 84 это очень конечно же хорошая цифра живи они дольше и шансов было бы конечно победу больше и второй поединок этих же самых участников вот он интересен тем что здесь нестандартные дарки мы видим или брон здесь мы видим черного дракона против хаоса вот но здесь как зайдет и рорных этих воронов то есть ну и хаоситы что у нас и кавалерия и 3 хашки и драка игры здесь и собаки и два будущих воителя в принципе по пехоте хаосу тут сильно соревноваться с теми же хорганетами не посоревнуешься поэтому конечно лучше уходить что-то такое мобильное что-то такое тяжелое как вот те же самые рыцари хаоса так махили брун очень редко встретишь и она на коне мы с вами видим мало того что не там ядовитой атаки преимущество против пехоты аж 20 о порядке и взгляд кейна и мы видим героический смертельный удар и амулет отдающий сопротивление магии но это на всякий случай потому что часто мы видели брали трансмутацию но здесь мы видим что берут архаона с этими пронзающими стрелами пламени посмотрим как будет заиграно это заклинание ну и мы видим убийца королей пылающий меч руина стоять там этот насмерть да и что там огненный шар непонятно он у нас просто на своем коне плюс обращает на себя внимание черный дракон ну и хилиброн интересно что берется и кровавое безумие и берется проклятый клинок ну что ж посмотрим но вот этот отряд конечно это очень здорово ну и основной конечно это маг чародейка звери вот она уже откинула были на только я так понимаю на один отряд до сработало все-таки наверно стоило подождать плюши магическая ошибка здесь было я не знаю это шкура пана нужна ли она здесь при таком раскладе потому что роковой стаи призыва мотикоры вполне хватает чтобы отработать очень здорово заходит огненный шар между тем 5h модели кубы хлёстывает у рыцарей нахладных ну а здесь очень вольготно себя чувствуют вестники ворона на правом фланге но это пока потому что хашки здесь конечно вот такая вот беготня за хашками это не дело посмотрите как здорово вот именно как классический по учебнику действует здесь игрок за хаос посмотрите как он разводит хашки все вот они с трех сторон и ничего ты не сделаешь с ними вот пошел обстрел то есть да нужно было наверно прежде чем преследовать все-таки призвать мантикору за счет того что у нее высокая скорость она там худо-бедно но может догнать этих грабителей и у нас по сути эти рыцари нахладных посмотрите их хаж это хашки их просадили вот так вот жестко здесь пошел замес но замес этот он дракаогры поддерживает его архаон навеки избранный что он там здесь конечно интересно давайте посмотрим что здесь происходит тут очередная куча мало только в прошлом бою такую кучу малу попал тире он здесь попадает хилиброн она использует героический смертельный удар 675 сила оружия у нее становится плюс откидывает этот взгляд кейна повышая тем самым дисциплину и атаку в том числе так понимаю да и черному дракона 71 атака тут же бегут будущие воители под пылающим мечом ну то есть здесь баф на баф и посмотрим ключи убийца королей ну 804 защита 87 блин это не 675 и не защита 45 все-таки здесь наверное несмотря на то что и черный дракон подключается к этой атаке и бегут драка огры наверное все таки здесь ситуация должна складываться больше в пользу хаоса поскольку бегут собаки попадают они в этот пылающий меч руина и бегут рыцарь хаоса которые сейчас должны будут защитить своего архаона здесь еще и свиток вампиризма на него откинут ого очень здорово ух ты и вот пронзающие стрелы пламени ну вы знаете зашли молодец так то конечно можно было еще и будущими воителями чуть раньше их двинуть еще лучше бы зашло то есть закрыть здесь вот эту кучу малу но мы видим что харган это то они по итогу не находят себе цели то есть кого ты ими здесь будешь чаржить рыцарей хаоса да ну кстати понятно есть зеркальная стража есть еще там какая-то пехота но вот что-то этим двум найти цель здесь становится проблематично плюс у нас мантикора куда-то полетела вот здесь наверное есть следовало бы помочь ну и вестники ворона конечно же очень здорово отрабатывают но что у нас да у нас хашки конные грабители сейчас заняты здесь тем что чародейка звери не проводила чародейка звери все-таки до конца дракаограф и возвращаются драка игры в бой наваливать ей объяснять что надо было проводить когда была возможность но сейчас хашки я думаю да должны перейти на левый фланг хаоса и начать накидывать по этим вестникам ворона потому что уж очень больно вольготно они себя чувствуют ну и мы видим что в этом замесе побеждает хаос то есть умирает ведьма хелеброн но тем не менее интересный состав такой ее использование интересно ну и рыцари хаоса тоже такая могучая закованная в латы мечная кавалерия которая да вот cycle charged правильно абсолютно делает только здесь непонятно что-то они остановились а моделька вот пожалуйста тоже момент до харганет затесался там они вытащили видать с собой и нормальный натиск всем отрядам не получился вот тоже пожалуйста элемент механики такой вот интересный ну и вот все в данном замесе опять все решилось то есть по сути как зеркальный бой вот был на грани у нас архаон но тем не менее удалось ему выстоять пошел огненный шар не а не попал резко так взлетел черный дракон и не попадает он ну а между тем вестники ворона ох ты дыхание на дыхание хорошо заходит хотя неизвестно конечно сколько здесь она под закосала своих такая соляра где закинуто кстати вот этот огненный шар я так понял он улетел за пределы а потом мы говорим об оптимизации но сейчас вернуться хашки и мы видим что вестники ворона начинают проседать плюс и смерть чародейки конечно что было в первом бою случилось и во втором только роли соперников поменялись ну что ж будет гейм молодцы парни всем спасибо за внимание всем пока